друзья всем привет сегодня у нас на обзоре вот такая замечательная открытка или почтовая карточка как кому удобнее называть данную открытку я получил из венгрии из города будапешта ну сама открытка она является германская была выпущена в германии на открытке изображен одноцилиндровый немецкий мотоцикл bmw r2 объем 198 кубиков выпускался данный автомобиль с 1931 года по 1936 год это самый маленький из мотоцикла своей серии максимальная скорость данного мотоцикла составляла 95 километров в час и давайте сейчас посмотрим какие же марки были использованы на данной открытки чтобы потом уже поговорить непосредственно марка вот такие венгерские марки были использованы на открытках я думаю начнем рассматривать каждую серию марок по порядку ну давайте начнем сов итак начнем с данной серии серия совы на данной марке номиналом 410 форентов изображен домовой сыч это малая сова по легенде домовой сыч он предрек гибель юлия цезаря но если кто не знал такая небольшая историческая справка и вот она собственно данная марка с этой птицей и дальше мы продолжим марки рассматривать по их номиналом как они шеи и первая марка в данной серии была вот такая замечательная марочка номиналом 200 форентов на которой у нас изображена западная сипуха или амбарная сова видите она мыши в поймала данная серия марок называется хищные птицы совы тираж марок составил 200 тысяч штук и еще выходили блоки в количестве 60 тысяч штук следующая марка в данной серии вот такая марка номиналом 360 форентов на данной марке изображен неясыть кстати название данной совы буквально звучит как ненасытная или прожорливая сова далее серия у нас идет вот такая марка номиналом 390 форентов на которой изображена длинноухая сова или ушастая сова и серию завершает вот такой блок номиналом 600 форентов на котором изображена сова в простонародье называют сплюша или горько название данной совы происходит от ее крика как она кричит может быть кто-то в регионе своем слышал как бывает кричит такая птица и ее крик похож на такое слово как сплю не вот он часто повторяется и поэтому не назвали как бы сплюша данная серия полная сейчас перейдем к рассмотрению следующей серии почтовых марок которые были использованы на данной открытки это серия автомобиля серия называется старинные автомобили тираж марок составлял 60 тысяч штук они выходили в малых листах на данной открытке использовалась марка номиналом 120 форентов на данной марке изображен автомобиль газ 12 зим данный автомобиль выпускался с 1949 года по 1959 годы первая шестиместная представительская модель горьковского автозавода и последняя массовая модель данного большого класса которая не была ограничена своем применении и сейчас рассмотрим вот такой малый лист из серии про которую говорил и я расскажу о каждой в каждом из автомобиля но начнем по порядку на данной марке как вы видите весь малый лист и марки номиналом одинаковые 120 форентов и начнем слева направо на данной марке изображен автомобиль польский называется варшава 220 который выпускался с 1951 по 1973 год по лицензии горьковского автозавода это прототип нашей победы после того как наш завод переключился на выпуск 21 волги мы отдали лицензию на выпуск на тот момент еще польским товарищем на следующей марке у нас изображен автомобиль москвич 407 это усовершенствованная версия носит кодовое обозначение м402 выпускался в 1958 по 1963 годы на данном автомобиле наши спортсмены впервые участвовали на международных соревнованиях в финляндии но далее этот автомобиль я уже обозначил рассказал про него вот на этой марочке изображен автомобиль который называется trabant p50 известен как trabant 500 выпускался данный автомобиль в гдр выпускался с 1957 по 62 годы массовый и экспериментальный автомобиль с дюралепластиковым корпусом то есть можно было подойти по нему ударить он мог вогнуться очень легко и потом его эту деформацию с легкостью можно было исправить я еще застал эти автомобили которые ездили у нас по улице не так уж много их было но тем не менее я видел его в живую на данной марке изображен автомобиль очень интересный такой дизайн у него это чехословасский автомобиль называется tatra 603 который выпускался с 1956 года по 1957 год машина предназначалась на роль служебной для высших партийных и политических руководителей государства варшавского договора а также еще дружественных данному договору странам автомобиль получил золотую ленту на выставке западно-германском фестбадельная и последний автомобиль в данной серии автомобиль называется warburg 310 модель выпускался в германии выпуск производился с 1956 по 65 год данный автомобиль выпускался в нескольких вариациях включая пикап седан также лимузин и купе и как двухместный родстер разработка данного автомобиля началась с 1940 года под маркой ифа f9 ну и как известно в последующем была заморожена связи началом великотестной войны вот такая замечательная серия марок старинных автомобилей и мы продолжаем обзор и на обзоре у нас будет вот эти две марки эта серия тоже марок называется старинные мотоциклы венгрии тираж марок составлял 64000 каждого сюжета также не выпускались в листах по 64000 листов выпуск был в 2014 году да также забыл сказать что автомобили серия марок автомобилей выпускалась 2017 году на данной открытки использовались марки номиналом 90 форентов как вы видите на данной марки изображен автомобиль образца 1964 года панония тс экспорт это экспортный вариант панонии также что выпускался панония тлт здесь на марке изображен автомобиль чеппель 250 образца 1953 года ну и также в этой серии были еще мотоциклы которые я вам сейчас и покажу вот такой замечательный малый лист из серии старые мотоциклы венгрии ну и начнем рассматривать каждую марки марку по отдельности названием практически все из представленных на марках мотоциклов были выпущены на заводе чеппель чеппель это венгерский производитель грузовых автомобилей автомобильных шасси и автокомпликтов хочу рассказать историю данного завода начало начало истории этой венгерской мотокомпании а именно с мото они и начали было отмечено 1929 году со скандалом так как они не теряя силы на собственную разработку мотоциклов компания практически полностью скопировал одну из моделей мотоциклов бмв существенное отличие от бмв было в том что чеппель установил двухтактный двигатель а бмв использовали на тот момент однотактный двигатель ну и бмв незамедлительно обратилась суд решение которого как вы понимаете было не в пользу чеппеля чеппель свою очередь прекращает свою деятельность но в конце 1931 года начинает выпуск 98 кубового мото велосипеда по французской лицензии до начала второй мировой войны они выпускают этот мото велосипед во время второй мировой войны не компания занимается выпуском небольшой серии 125 кубовых мотоциклов мощностью аж три целых и две десятых литра с двухступенчатой коробкой передач с ручным механизмом переключения что для того времени было вполне типично и тут смотрите какая история получается вот просто из того что как бы я понял если мы возьмем те автомобили которые представлены у нас на марках и пройдем хронологическом порядке то мы увидим следующее вот смотрите на этой марке но не все 90 фуринтов номиналом у нас мопед чеппель в 98 выпускался в 32 году они выпускали его практически 10 лет и потом в сорок втором году выходит вот этот мотоцикл под названием матра 100 следующий они выпускают очень длительное время следующая мотоцикл они выпускать чеппель тура сотка он выходит у них 1948 год потом идет вот этот мотоцикл чеппель 250 это 53 год в этом же году они выпускают вот этот мотоцикл это идет у нас чеппель 125 т вот этот мотоцикл про который говорил это панония тлт он выходит в 1957 году далее они выпускают мотоцикл в шестьдесят первом году это данувия 125 в шестьдесят первом году выходит вот этот автомобиль но здесь на марке написано берва так он звучит как берва мопед это мопед он выпускался заводом тоже чеппель в период с 58 по 62 год далее идет автомобиль банумия мотокросс выпускался в шестьдесят третьем году панония экспорт про который говорил шестьдесят четвертый год это панония т5 был в шестьдесят девятом году выходит данный мотоцикл панония p10h и последний автомобиль который был выпущен это панония p20 и тут как бы смотрите какая вещь интересная почему именно в таком порядке они пошли потому что информации между вот этим автомобилем и вот этим автомобилем что какой-то еще был выпуск тут просто очень большой разрыв идет нету просто нигде они специализировались изначально на мопедах данная фирма и потом когда они получили лицензию от французской фирмы матра они вот выпустили вот этот автомобиль по французской лицензии ой говорю автомобиль и потом когда они получили лицензию французского завода матра тогда они начали выпускать именно данный цикл серии Матра. А в настоящее время данный завод Матра специализируется на выпуске систем вооружения и в том числе транспортных средств. И он как бы и специализировался на транспортных средствах и на средствах вооружения до 60-го года и находился в тени, практически нигде замечен не был. После Великой Отечественной войны завод Чепель был сосредоточен на выпуске автобусов и грузовиков. Первый послевоенный мотоцикл вышел у них в 1948 году. Это был Чепель Тура 100. Это вот он, про который я уже говорил. А в 1953 году выпускают они два мотоцикла на 250 кубов и на 120 кубов. Но это не точно, потому что там тоже разлет был большой именно по кубатуре. Но это приблизительно такие сведения. В 1957 году выходит модернизированная версия под названием Панони. Я вам показывал тоже линейку мотоциклов. Данную серию мотоциклов Панони начинают экспортировать в СССР. Потом был выпущен в 1961 году мопед, который я показывал. Берва. Вот этот. И параллельно они потом идут на подготовку к выпуску нового мопеда. Но ресурсов завода на тот момент не хватало. Завод был перегружен заказами как автомобилей, так и автобусов. И в связи с этим они проект отдают на выпуск на Данувийский машиностроительный завод, который в 1961 году выпустил 125 кубовый Дечеппель. Был такой мотоцикл. И в последующем его переименовали в мотоцикл Данувия. Производство Панони и Данувий продлилось примерно до 1975 года 20 века. И на данном мотокомбинате произвели более 60 тысяч мотоциклов. Но в связи с падением спроса экспорт и производство данных мотоциклов был прекращен. Вот такая мотоистория венгерских мотоциклов. А сейчас давайте посмотрим какая же все-таки композиция у нас получилась. Ну и вот таким образом у меня марки вместе с открыткой встали в альбом как композиция. Если кому было интересно, можете оценить данное видео или задать какой-то вопрос по данным маркам и по открытке. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся на канале на Яндекс Дзене. Кому интересен Яндекс Дзен, ссылку оставлю под данным видео. До новых встреч!